Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 22 июля 2024 года и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас сегодня была одна воздушная тревога. Обязательно узнаем причину, что же сегодня происходило. Также о погоде и об актуальных новостях. К сожалению, вчера произошла ужасная трагедия. Погиб молодой парень. Обязательно все вам расскажу. А также поговорим о ситуации с электроэнергией. Как можем наблюдать, сейчас в вечернее время в данном районе отсутствует электричество. Работают генераторы. Вот, можем слышать. И по ходу нашего видеоролика такой шум мы будем слышать довольно часто. Ну, постараюсь держаться от генераторов максимально подальше, чтобы вы могли меня элементарно расслышать. И вот видим обычная доска объявлений, что же у нас тут предлагают. Услуги риэлторов, услуги сантехника, работу. Вот предлагают продавец-кассир 26 тысяч гривен. Хорошая работа еще, кстати, очень высокая зарплата. 26 тысяч гривен. Это примерно, ну, где-то 100, извиняюсь, примерно 630 долларов. Ну, хорошая зарплата. Вот, кассир довольно неплохо зарабатывает, я бы сказал. Ну, по крайней мере, так написано. И вот еще предлагают работу, похитив на склад. График работы 5 на 2 или 2 на 2. Зарплата от 20 тысяч гривен. Это примерно 500 долларов. Ну, не знаю, хорошая зарплата, исходя... Ну, если верить, конечно, тому, что написано на доске объявлений. Ну, не знаю. Наверное, правда. Также сегодня в процессе данного видеоролика планирую зайти в супермаркет АТБ и сделать закупку примерно на 10-15 долларов. Обязательно узнаете, что же можно купить сегодня сейчас в Киеве на эту сумму. Поэтому не переключайтесь, дорогие друзья. Будет очень интересный выпуск. А также в комментариях можете написать стоимость продуктов, аналогичных в вашем городе и в вашей стране. Будет очень интересно почитать. Еще вот такая интересная информация. Не знаю, кому-то будет интересно, кому-то нет. У меня скоро день рождения и планирую снять для вас интересный ролик. Возможно, расскажу там что-то о своей жизни. Поэтому, если вы мой постоянный зритель или, возможно, даже мой хейтер, потому что хейт – это тоже хорошо, это тоже внимание. Вот. Можете задать вопросы в комментариях. И если вопрос будет интересный, уместный, то обязательно в ролике на свой день рождения отвечу на ваш вопрос. Так что пишите, дорогие друзья, не стесняйтесь. И давайте поговорим о погоде. Сегодня в Киеве до плюс 31 градуса. Довольно, сказал бы, даже в дневное время была жаркая погода. Ну, сейчас, слава богу, около 20, прохладно. И, как можем наблюдать, везде образовались лужи. Это значит, что был дождь. Ну, у нас, конечно, был не дождь, а самый настоящий ливень. Вот. Поэтому, слава богу, что пошел спасительный дождь из неба. И нет такой изнывающей жары. Относительно военной обстановки. Сегодня в Киеве у нас была одна воздушная тревога. В утреннее время она длилась менее часа. Была угроза применения ракетного вооружения. Но, слава богу, обстановка стабильная. Нужно, естественно, реагировать на сигналы воздушной тревоги, потому что это все очень серьезно. И прилететь может куда угодно. Вот, интересно, смотрите, возле мусорных баков, вот табличка, внимание, ведется видеонаблюдение. Это, наверное, чтобы не забрали отсюда что-то важное с этого мусорного бака. Не знаю, зачем устанавливать камеры видеонаблюдения возле мусорных баков. Я этого не понимаю, откровенно говоря. Ну, если вы знаете, если у вас есть какое-то рациональное обоснование, можете написать это в комментариях, если хотите, конечно. К сожалению, вчера произошло трагическое событие. Погиб молодой парень. Он сорвался с канатной дороги. Как помнят киевляне, или же, возможно, постоянные зрители моего канала, у нас работала канатная дорога. Можно было буквально за 20-30 секунд, находясь на Владимирской горке, возле пешеходного моста Владимирского, оказаться на Трухановом острове. Вас крепят к канату, одевают шлем, и вы просто летите. Этот аттракцион работал на протяжении нескольких лет. И, к сожалению, вот произошел такой трагический случай. Канат в одно время оборвался. В интернете даже выложили видео обрыва, что там происходило. Кому интересно, можете зайти в интернет и посмотреть. И изначально думали, что погибла девушка. Телеграм-каналы писали об этом. Но потом оказалось, что погиб молодой 20-летний парень. Его звали Иван Нестеренко. Он приехал в столицу на отдых из Винницы. Он был со своим братом. Они вместе катались. Брат успел добраться до берега, до обрыва троса. А Иван, к сожалению, погиб. Вчера водолазы весь вечер проводили спасательную операцию. Были надежды, что человек мог выжить. Но, к сожалению, спустя время, сегодня утром, обнаружили его тело. Трагический и ужасный случай. Выражаю соболезнования родственникам погибшего парня. К сожалению, так произошло. И ничего уже не поменяешь. Полиция изъяла документы. А также допросили директора этого аттракциона. И если докажут вину, то виновным может грозить до 8 лет заключения. По статье «Служебная халатность». Вот такая вот трагическая новость. Произошла вчера. И относительно отключений электричества. Сегодня у нас действуют в Киеве плановые отключения. То есть 4 часа в утреннее время и 4 в вечернее время. Завтра также будут действовать графики отключения электричества на протяжении всего дня. Поэтому заряжайте свои гаджеты. И еще интересная новость. В сентябре и октябре есть вероятность, что свет отключать в Украине не будут. Утверждает глава Украинерго Кудрицкий. Но будем, конечно, надеяться на лучшее. Еще сегодня тоже интересная новость. Украинцы за несколько дней скупили все автомобили, выставленные в салонах. После внесения правительства законопроекта о введении нового налога в 15%. В четверг правительство внесло в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение 15% военного сбора при покупке первой регистрации автомобилей, а также другие дополнительные налоги. Поэтому сейчас у нас бум на новые автомобили. Все раскупили, и скоро новые машины, конечно, очень взлетят в цене. О, смотрите, какая интересная детская площадка в виде самолетика. Ну что, полетели в АТБ, сейчас посмотрим, что там есть интересного по акции. Знаете, сегодня с ужасом обнаружил, что у меня пустой холодильник. А пустой холодильник очень негативно воздействует на мое психоэмоциональное состояние. Поэтому сегодня планирую приобрести побольше продуктов. Так, видим филе по 100, 54 гривны по акции. Крылышки 86, что еще? Вот вырез какой-то фаршевый типа колбаса 47, нектар 27 гривен, мороженое по 25-40, классная цена, нужно будет взять, что ты проголодался. И вот скидочки для тех, у кого есть карта АТБ, для блатных. Форель 180 грамм за 166 гривен, апельсин 51 гривен, помидоры 69. Давайте заходим, посмотрим, что же там продается. АТБ сейчас работает на генераторе, поэтому тут, наверное, можно рассчитаться только наличным. Беру филешку, бросаю рюксак и поехали. Водичка полуторалитровая, 18 гривен. так, аж 6-ти ритровая, 39.90, ничего не поменялось. Шоколадка, мелкая, 52 гривны по акции, а большая мелкая, 171, 186, в зависимости от того, какую вы предпочитаете. вот какая-то новая интересная мелка появилась. Я их уже давно, давно не покупал. Вот сок этот по акции. Гранатовый, 27.90, томатный, 34.00, и едем дальше. Помидорки, 69.00 за килограмм. пакетчик. Возьму пепси свою любимую, двухлитровую. Может, сегодня устрою для себя какой-то киновечер, посмотрю какой-то фильм, сделаю что-то хорошее для себя, потому что настроение, откровенно говоря, такое себе. Так, сыр Мазда польский, 52 гривны, нужно взять. Пускай будет. Что еще? О, Гауда. Да, даже не сомневаюсь, возьму две, потому что он очень вкусный. Тоже польский сыр, 45 гривен, 90 копеечек за одну штучку. возьму две. Классный сыр, постоянно ем его на завтрак. Я вообще такой сырный человек, очень любил сыр, поэтому ем его ежедневно. Вот видим макароны с твердых сортов пшеницы, 33 гривны за 420 грамм. А вот есть макароны бюджетные, 19 гривен, 90 копеечек за 450 грамм. Ого, что это такое? Крупа ячневая, гривна 0,8 только ее здесь нет. Интересно. Булгур 45 гривен. Гречка 24,90 за килограмм. Рис 49 пропаренный. Вот есть элитный рис 62 гривны. 89 басмати. Ну, это уже для элиты. Так, порох 30 гривен, 180 грамм, 5% жирности. Возьму одну упаковочку, потому что он иногда у меня пропадает в связи с этими отключениями электричества. Скоро портящиеся продукты. лучше не запасаться. Сливки под кофе. Что еще можно взять? Никогда не показывал цены на сырьки. Сколько снимаю, ни разу не показываю. 9 гривен 10 копеечек всего лишь. А если вы плотной, у вас есть карта АТБ, можно приобрести за 8,65. Это классно. Что еще? Йогурт у меня есть, поэтому брать не буду. Двигаемся. Дальше чипсы 58 гривен Лайс тоже 58 Принглс 141 гривен классный классный Принглс тут еще можно что-то выиграть. Наверное какая-то акция интересная. Так, что еще чайочек Лавер зеленый китайский 47 гривен китайский чай с бергамотом 47 еще А к чаю что нужно кофе Давайте посмотрим цены на кофе Нес Кафе Голд 296 гривен за 280 грамм Нес Кафе 120 грамм Мак Мак кофе с лесным орехом Сколько тут 10 упаковочек за 53 гривен Неплохо Так, давайте посмотрим цены на фрукты Лахына Голубика 17 50 за 100 грамм Нектарин 74 Персик тоже 74 Апельсинки 51 гривна Не знаю Не хочу их сейчас брать Сливы 37 Сливы наверное возьму Бананы 64 Но их уже разобрали Поели все бананы Абрикосы 84 Авоказо Лимончики Грейпфрут 79 Яблочки 25 гривен В зависимости от того какой сорт вам нравится Их очень много разных Перец 35 килограмм Кабачки 28 Помидорчики уже показывал Огурчики 49 за килограмм Кукуруза 18 90 За 1 Сточку Живчик любимый многими 44 гривна 40 копеечек Вот есть без газа Классный Живчик Есть с вкусом яблока Вкус детства многих 43 гривна Яблок 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 Вот Видим ВТБ Протеиновые батончики Ну Они Если честно Не очень Протеиновые Потому что Тут Очень Много Сахара Вот Видим 23 Грамма На 100 Грамм Составчик Не Самый Лучший Конечно Если Перекусить Можно Взять Если Бо Не Были Без Сахара Я Бо Брал Каждый День Признаюсь Вам Но Не Сегодня Значит Что Еще Видим Лаваш Армянский 16 30 Лаваш У меня Есть Хлебушек Украинский Хлеб 30 Гривен 50 Копеечек За Вот Такую Буханочку Хлеба 30 Гривен А Кстати Для Своих Заграничных Подписчиков Напоминаю 1 Доллар Сегодня 41 1 Гривна 1 Евро 45 Гривен И Как Узнать Цену В Валюте Вы Уже Знаете Сами Дорогие Друзья Потому Что Вы Большие Молодцы Большие Умницы Вы Все Знаете Друзья Поэтому Повторять Вам Не Буду А то Мне Там Комментарии Писали Зачем Ты Это Повторяешь Каждый Раз Ты Уже Нас Задолбал Ну Ладно Значит Пока Не 5 Килограмм Муки 80 Гривен 80 Копеек Килограмм Сахара 34 Гривны 90 Копеечек Вот Очень Много Сахара Очень Большой Ассортимент А соль 13 Гривен 50 Копеечек Есть Еще Морская Соль 23 Гривны 90 Копеечек Сода 26 Еще Сахар Какой-то Из Цукровых Буряки Ну Я сахар Не ем Поэтому Стараюсь Его Не употреблять Точнее Поэтому В ценах На сахар Не особо Разбираюсь О Класс Филе Куриное Вообще Шикарно Смотрите 15 Гривен 49 Копеек За 100 Грамм 150 Гривен Килограмм Филе Сейчас У нас В Киеве Стоит Так Возьму Филе Кукурен Очень Хорошая Цена Вау Класс Бросаю В корзиночку Ой Еще Мой любимый Салатик Как я его Долго ждал Заходил Пару дней Назад Его не было Очень Расстроился Сейчас Возьму И буду Радоваться По утрам Есть Надеюсь Что заполню Хотя бы Частично Свой холодильник И уже Мое Психоэмоциональное Состояние Улучшится Потому что Открываешь Пустой Холодильник Честно Оно Как-то Довольно Грустно Так Форель 314 гривен 240 грамм Но Не сегодня Как говорится Вот еще Возьму Свои любимые Орешки 31 гривна 90 копеечек 150 грамм Жареный Рапец Классный Что еще Тут есть Миндаль 43 гривен Не сегодня Так Наверное Буду Ехать На кассу Вроде Все взял Что Планировал О Еще Акция Какая-то Что Это На конфеты Простыжный Веночек Их Все Разбирали Ну Ладно Не хочу Их Брать Как-то Я сегодня Не настроен На конфеты Тем более Я взял Мороженое Много Всего Взял Сейчас Буду Есть Такое Вкусное Мороженое Пожелайте В комментариях Приятного Аппетита И давайте Посмотрим Что же Купил ВТБ Так Слива 18 гривен Пакетик Чтоб нести Сливы 1 гривна Салат 29 Сливки Под кофе 17 Сыр Плавленый 45 Арахис 31 Сыр Полутвердый 52 Моздам Филе 109 Килограмм 154 Пепси 43 Творог 30 гривен 180 грамм Сыр Гауда 45 И мороженое 25 гривен 40 копеечек В общем Все получилось 453 гривны 60 копеечек Вот такая у меня Сегодня была Покупочка Всем спасибо большое За просмотр Дорогие друзья Желаю Мира Добра И хорошего Настроения А также Продуктивной Недели До новых Встреч Продолжение следует